Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала «Экзегет». Ну и здесь знаменитая история о переходе через море во время Исхода. Израильтяне вышли из Египта, они там были рабами, которых угнетали, которых притесняли. Вот Моисей их выводит, точнее сказать, Господь их выводит при посредничестве Моисея. Ну и египтяне, которые долго не хотели их отпускать, неужели смирились? Неужели теперь отпустят? Господь велел Моисею, скажи сынам Израилем, чтобы они повернули назад. Мне очень понятно, вот как-то они ищут, очевидно, дорогу и не знают, как им уйти из Египта, и вот покинуть все пределы, где все-таки египетская администрация каким-то образом действует. И вот они пробуют разные маршруты. Чтобы они повернули назад и остановились у Пиха-Хироты, между Мегдолом и морем, близ Баал-Цифона. Ну, мы не очень себе представляем, где это, но вот где-то между Египтом и Синаем. Сегодня Синаем часть Египта, а тогда все-таки это была отдельная территория. Разбейте там стану берегом моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Я сделаю так, что он упорствуя погонится за вами. Вот тогда я восторжествую над фараоном и его гвойском. Узнают египтяне, кто такой Господь. Сыны Израилевы сделали, как поверил им Господь. То есть смотрите, как продолжение той же самой истории. И вот Господь, он о израильтянах не просто заботится, но этот их триумф над Египтом, над могучей империей, которых до этого угнетало, становится прежде всего богословским утверждением. Я Господь, я заботюсь о своем народе, я с вами. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. Что мы наделали, сказали они. Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников. Фараон велел приготовить свою колесницу, собрал свое войско. Он взял с собой 600 отборных колесниц, все колесничное войско египетское. На каждой колеснице стояли опытные войны. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. Египтяне пустили за ними в погоню все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско. И настигли их на стоянке у моря при Пихахеросе, близ Баал Цифона. Ну вот история про то, как фараон окончательно как бы сходит с ума и передумывает напоследок. Вот часто с людьми такое бывает, что они преследуют какую-то свою идею, преследуют свое воображаемое величие. Как это от меня возьмут? Да удерут эти израильтяне. Нет, я обязательно их догоню. И дальше начинается вот абсолютно чудесная история, как продолжение египетских казней. Фараон приближался. Посмотрели сына Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать Господу. Что, в Египте негде было похоронить нас, кричали они Моисею? Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли? Что ты наделал? Зачем увел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне. Смотрите, начинается тема, которая в этой книге будет возникать постоянно, да и в последующих периодически тоже. Израильтяне не готовы стать свободными. Они будут говорить много-много раз. Уж лучше бы мы оставались рабами египтян, чем терпеть какие-то трудности, преодолевать опасности. Свойства раба. Вот для того, чтобы раба сделать свободным, недостаточно его внешне освободить. Нужно, чтобы он внутренне освободился, чтобы он перестал думать как раб, перестал чувствовать как раб. Это не дается сразу. И может быть, как раз вот эти победы над египтянами, они такой вот, ну, очень быстрый курс молодого бойца, молодого свободного человека, который перестает ощущать себя рабом. Не бойтесь, — ответил Моисей народу, — стойте и смотрите, как Господь вас спасет. В последний раз вы видите перед собой этих египтян, больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь. А как достигается это внутреннее освобождение? Осознанием того, что Господь на их стороне. Осознанием того, что Он способен им помочь, а не просто некоторая абстрактная, пусть и прекрасная идея. И Господь сказал Моисею, что ты взываешь ко мне? Вели сыным Израилевым идти вперед, а сам протяни посох, простри его над морем. То есть не жди, что я все за тебя сделаю, давай сам поучаствуй. Да, и Моисей тоже нуждается в том, чтобы научиться быть вождем своего народа. А сам протяни посох, простри его над морем, а море раступится, и сыны Израилевы пройдут по дну моря, как по суше. Я сделаю так, что египтяне упорствую, стремятся за вами следом, и вот тогда я восторжествую над фараоном его войском, над его колесницами и всадниками. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками. Как это, как это, как это? Что произошло? Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. То есть ангелы есть в облачный столб, и там Моисей, он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был, как темное облако, а ночью светился, и в ту ночь два строя не сходили друг с другом. Странное явление, то есть они стоят на берегу моря, и Господь им говорит, перейдите, но они еще не переходят. Они не готовы, Моисей не готов. Какая-то паника происходит, какие-то приготовления, в конце концов, перейти через море, это не то, что перейти через улицу. Надо, ну, там, скот свой какой-то собрать, эти стада, там, детей, может быть, посадить вверху. Ну, то есть какие-то приготовления происходят, да, или это просто вот такой момент хрупкого равновесия. У египтян еще есть возможность отвернуть, а у израильтян, кажется, уже нет. Они стоят между этим облачным и огненным столбом и морем, да. Вот, либо погибнуть, либо перейти. Может быть, это еще нужно для того, чтобы они это осознали, а так они не пойдут. А может быть, для того, чтобы сделать для них дорогу проходимой. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал воды моря с сильным восточным ветром. Он обратил море в сушу, и воды раступились. Кстати, что это такое? Ну, Красное море довольно глубокое. Его никаким ветром не осушишь. Можно сказать, это чудо. Может быть, это действительно были какие-то болота в районе Советского канала, которые при очень сильном ветре, ну, вода с них несколько сгоняется, она там неглубокая, да, и можно перейти. Ну, мы не знаем точно. Итак, он обратил море в сушу. Воды раступились, и пошли сына Израилеву по дну моря, как по сушу. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды. Противоречит описанию с ветром. Да, ветер сгоняет. Это, скажем так, естественное событие, просто очень вовремя произошедшее. А стена воды, вот вода изменила свою природу. Обычно так это изображают. Вот прямо стоят, как две стены, вода слева-справа, а посередине такой туннель, по которому они идут. Ну, вообще, морское дно, оно не дорога. По нему особенно пешком ты не походишь, да. Там много чего, и живности всякие там, и камни, и все прочее. То есть мне довольно трудно себе представить, чтобы это было вот реально Красное море, в котором образовался туннель-коридор, не знаю, как это еще назвать. Ну, объяснить чудом еще раз скажу можно. А если это понять, как некоторое такое вот болото, может быть, ну, что-то типа Севаша, да, вот такая неглубокая, но действительно непроходимая для пешехода вот область, то тогда это понятно, естественно, научно, но это не очень важно, как это произошло. Важно, что с точки зрения текста это было чудо, и оно было ради израильтян. Тогда египтяне, все конные колесницы фараона, все его всадники погнали за сынами Израильевыми по дну моря. Ну, понятно, они уже ни на что не смотрят, только на преследование. На рассвете, а это все еще ночь, смотрите, взглянул Господь на египетское войско и столпа огненного и облачного в ужас и смятение привел их. Он сделал так, что у их колесниц колеса слетали с оси, египтяне с трудом их тащили. Кстати, да, если эта вода стала возвращаться в эти вот болота и мелкое такое море, то хорошо понятно, да, колеса стали завязать в жидкой грязи. Надо нам бежать прочь от сынов израилевых, сказали египтяне. За них Господь, он сам воюет с Египтом. Догадались, да, то есть вот как часто это бывает, человек или группа людей, или даже там целая страна, или какая-то еще общность, она добивается своего, пока вот не становится абсолютно очевидным, что Господь против. Могли бы раньше сообразить, что ничего не получается. Но вот упрямое до конца на своем. И Господь сказал Моисею, протяни руку над морем, вода вернутся и потопит египтян и колесницы, и всадников. Простер Моисей руку над морем, к утру море вернулось. Прямо навстречу его водам бежали египтяне, и вверх Господь египтян в бездну морскую. Вернулась вода и поглотила их всех, и колесницы, и всадников, и все войско фрауново, что погналось по дну моря за сынами израилевыми. Ни один египтянин не уцелел. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левой стена воды. Так спас Господь в тот день сынов Израилевых от египтян. Увидели сына Израилева трупы египтяна на морском берегу, увидели, что сделалась с египтянами могучая рука Господа, и страх пред Господом объял народ Израилев. Смотрите, до сих пор был страх перед египтянами. Все эти казни, все то, что египетские, все то, что было раньше, это предисловие. Вот когда они поняли, что они были на шаг от гибели все, но погибли их враги и преследователи, они сами остались живы, вот тогда они действительно испугались Господа. Под страхом может пониматься здесь, конечно, не только ужас, но и почтительное послушание. И страх пред Господом объял народ Израилевых, и поверили они Господу, и Моисею рабу его. Получается, вот пока на грани смерти не побывали, не поверили. Да, бывает и так. Ну, а следующая 15 глава неожиданно оказывается поэтичной.